Друзья, всем привет! Начинаю собирать движок МЗ-238. Сборка, как всегда, в экстремальных условиях, в антисанитарных условиях. Так что, особо впечатлительным мотористам просьба не просматривать. Бугель этот отвозил мотористу, показал, он сказал, ну как бы не так не сильно, не так критично. Скользом так просто прошлифовала, видимо, чуть-чуть-то. Шлифанула ее просто, не успела, видимо, сильно-то натереть. По краям чуть-чуть может сильнее, так края, вот самые края, миллиметров 5 может там, миллиметров 3-5 миллиметров по краю, как-то сильнее натерло, потому что, видать, вкладыш-то расплющило, как его, в края ушел, как бы расплющило, его больше набило, настукало, как бы коленвалом, видимо. Вкладыш провернулся, в самый последний момент, видимо. Решил собирать, надо лес возить, тем более. Некогда мне сейчас тут разбирать двигатель еще на улице, я тут буду месяц его ковырять делать. Ну все нормально, короче, начну собирать двигатель. Ну все, погнали. Шестеренку ставим сюда на место, с этим буртиком сюда, с коленвалом. Они так. Сейчас гремим ее сначала. Так, не сильно только. Клюешь, щипит уже. Все, достаточно. Сейчас берем кувалду сразу быстро и забиваем ее. Не идет что-то. Не идет. Не пошла что-то у нас. Так, так колотить придется. Туго, но идет. Блин, тут по валу не набить. Подогреем. Вот. Зашло от руки. Зашло вообще. Так, вот эту сейчас. Эту. И свою гайку затягиваю. Растопорил. Готово. Коленвал можно ставить на место. Все, закрываем пока. Перед тем, как ставить коленвал, сразу вкладыши на место ставим. Все. Прорезь же обязательно коленные. Проточкой все коленные на место. И шатунные тоже сразу на место все. Перед тем, как ставить коленвал, смазываю маслом сразу же. Сразу все маслом промазываю. И шейки тоже маслом все промазываю. Сразу шестеренки по меткам. Короче, вот она. Вот метка 0. Это с коленвалом совмещается. И тут тоже метка 0. Где-то есть. Вот она. Вот. 0 тоже. Их совмещаем. И здесь метка вот она. Сейчас круто. Ну. Вот она. Метка П. И она вот в этом отверстии. Вот здесь тоже метка П. Вот так вот совмещаем сразу ее. Сейчас вдвоем будем ставить. Одному тут хреновенько будет. Ну все. Погода такая плохая. Он метет. Снег идет. Ветер будет. Наметается он. Вон. Пленка улетается. Задолбала эта погода уже. Будем делать все равно. Метку найти, блядь. Так вот она. Чтобы ее вот так вот 0 сюда попал. Сейчас 0 как раз вот сюда. Я буду попадать. Сейчас ставим. А сейчас нам будет тоже попадать их. Как бы сейчас аккуратно так бы наставлять. Смотреть. Там-то что? Там нормально, да, идет? А вот тут ни хрена. Надо поднимать вот эти. Сейчас подниму. Вот так вот один поднял. Так, тут оба попали уже. Надо приподнять попробовать. Так, ладно, это потом поставлю. Сейчас на это наживите его, что ли? Ну-ка, подожди. Все. А этот сюда. Смотрите, тебе шейка. Наживить, чтобы он не упадал уже. Так, сейчас тут смотрим, чтобы метка запала. Травма. Метка, это вкладыш. Так, это ладно. Остальные, да. И потом сейчас вытягивать можно будет. И все. И на место вставлять. А, ну-ка, там выпал. Это поднимать вот конец? Блядь, его надо стать немножко. Чуть-чуть так вытащить. О, все. Так они все так повылазили, блин. Только там немножко выдвини свой. Там же, там же замок, и как он замок вылазит, он мешает. Вот, все, села. Так, тут сейчас по меткам. Метка, блядь, ушла. Сейчас, давай, это немножко назад, чуть-чуть. О, сюда. Все, вроде. Сейчас уже не выпадет. Тут по меткам, здесь по метке. Вот, 0, 0. Все правильно. Сейчас шатунные, потом буду вставлять. Что-то мне идет, что-то. Давай, пошел. Вот этот на место тоже. Так. Так, сейчас тут делать техники, короче, уже. Коренные потом я поставлю. Пока на этом пусть держится надо. Так, вкладыш на место надо поставить. Вот так. Все этим можно ставить. Так, какой у нас тут цилиндр. А, вот номер. Номер 267. И вот здесь сейчас смотрим. 267. Вот это. Восьмой цилиндр. Так, вставляем вкладыш. Так вот. Называем. Так, ага, тут вот. Что-то. Там цифры тоже выбиты. На шатуне. Вот цифры здесь. Вот цифры. И вот так вот к цифрам их стоять. Этот вот сюда. Так, вот цифры 126. И тут тоже 126. Все, вон все правильно. Направим. Только пока не тяно. От руки просто. Все так, все остальные по порядку. Ты вкладыш выпалив мне. Один вкладыш выпал. Вот так вот раз. И туда. Все, зашел. В общем-то, что тут больше показывать? Сейчас буду все ставить. Тут еще нам поставить махлотражательную шайбу вот здесь. Так, продолжаем ремонт. Забиваю штифты в пятую опору. В пятую коренную опору. Вот так вот штифтик. Вот так должно быть. Вот так вот. Все, забиваем. До упора. И второй маленький. Фу. Так, попробуем. Как что будет? Нормально вроде. Все нормально. С этой стороны целые. Вот они. А тут, тут срезал их. Срабо, полукольца нам будут поставить. Вот, выровняйте, чтобы полукольца, чтобы вставлять. Коленвал ровно поставить. Так вот. Одно полуколечко. Вот так вот. Вот это вот проточками вот этими. И вот сюда, к коленвалу. Это вот сюда. А вот с этой стороны вот так, наоборот. Вот так. С этой стороны. Вот так, да? Все, зашло. Сейчас, сейчас подожмем коленвал. Все, поджал. Сюда прижал его. Сейчас с этой стороны можно ставить. Вот, вот. Сейчас этими, вот этими прорезями. Вот сюда коленвалу нужно прижиматься. Легко зашло. Блин, куда ты вылазишь? Вот так, стой. Стой на месте. Собака серая. Так, все, берем сейчас этот, последний. И вот, вставляем вот сюда, вставляем. На место. Тут можно полукольца тоже смазать. Так, и втыкаем. Так, усик, усик где стопор. Вот он. И вниз его. Да и что ты упал. Все, и вот так вот. Аккуратно вставляем. Вот. Все, зашел. Как домой. Болты. Ну все. Осталось протянуть только. Даже где-то бумажка есть. А, вот он. Вот он. А, 430-470. Коренные. Вот эти боковые, вот здесь вот, которые. Вот эти болты, их 100-120. Шатуны 200-220. Главное, вот это, какую-то старую инструкцию я видел. Ну, тоже в интернете находил. Там шатунны, вот, 170-190 почему-то. И коренные 300-320 ньютонов на метр. Почему так и такая разница, я не могу понять что-то. Ну, где-то 200, короче, я буду делать. 200 сделаю. А коренные 300-320. Короче, примерно, посмотрим. Собрал, все нормально. Все, коленвал крутится, не зажимает ничего нигде. Все шатунные, коренные, протянул. Как бы туговато все равно крутится так. Не как раньше, когда вот, ну, перед разборкой, когда. Когда двигатель снял. Заднюю плиту поставил. И маховик поставил. Тут застопорился. Тут поменял прокладку. Вот здесь новую поставил, на герметик посадился. Переднюю плиту почистил тоже. Прокладку все почистил. Обезжирил вот здесь все. Сейчас лежит, лежит, сохнет. Сейчас надо будет герметиком намазать. Сальник нормальный этот. Тут обезжирил тоже все вот здесь. Эту старую оставлю. Половинку. Она нормальная. Вот эта нижняя сломалась. Обезжирил тоже все здесь. сейчас герметиком намажу и можно будет крышку вставить тут же по меткам вот метка я включаю вот метка 0 и вот вот 0 тоже и тут а вот тут не видно он вот метка вон там его тупой букву все по меткам то все короче можно ставить переднюю крышку сцепления может двигатель стыкать коренные тянул вот таким ключом головкой на 30 вот таким воротком так с усилием таким с хорошим динамометра у меня как мощного нету большого вот этим воротком и так усилим так вот коленкой также притягивал так нормально хорошо затянул короче ставлю крышку переднюю переднюю плиту или как она называется крышка привода грм так все на герметике так продолжаю ремонт двигателя снял коромысла вот эти чтоб головку протягивать головку протягиваю короче и вот штанги ки у нас не видно видно не видно будет вот так видно хорошо наверно одна штанга вторая короче вот отсюда вот это вот вот эта штанга короче впускные клапана и вот это что ли это вот это вот это и вот это наверно тоже впуск на впускных клапанах загнуло штанги а я думал не загнула сначала протягиваю головку тянется очень таким макаром тянем тянем головочки снег падает ничего много не нападает ничего страшно вот так вот я смотрю в каком месте почти прямая чуть-чуть еще все ровненько все так вот выпрямляю все ставлю коромысла на место сильно туго тут их тянуть не надо чтобы не сорвать ничего все так вот из